12 июня 1994 года первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным был подписан указ об учреждении нового государственного праздника – Дня принятия декларации о государственном суверенитете России. Днем независимости его стали называть сокращенно. Новое название «Праздник День России» получил с 2002 года. Это день самый главный в жизни любого россиянина. О том, как его отметили в Славянском районе, смотрите в репортаже Тины Капачевской и Михаила Варгулева. В честь Дня России в Славянске-на-Кубани прошел торжественный митинг. На театральной площади собрались волонтеры, представители общественности, а также жители Славянска-на-Кубани. На главной площади города под звук государственного гимна Российской Федерации был поднят флаг России. Этой честью удостоились ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Николаевич Зоря и юная активистка волонтерского движения Наталья Луцкая. Открыл праздничное мероприятие глава Славянского района Роман Синеговский. Примите самые сердечные поздравления с Днем России, праздником свободы, гражданского мира и согласия. Несмотря на свой молодой возраст, он по праву считается главным государственным праздником нашей страны. День России объединил наше многонациональное государство, стал символом ответственности всех россиян за настоящее и будущее своей страны. Ведь все мы, независимо от политических взглядов и веры, мечтаем о сильной, благополучной Российской Федерации и верим в нее. В рамках празднования Дня России здесь же, на Театральной площади, прошло вручение паспортов молодым славянцам. Это одно из главных событий в жизни каждого человека. Ведь паспорт доказывает принадлежность к родному государству и является важнейшим документом гражданина страны. Дмитрий Липинский в числе тех, кто получил паспорт из рук главы района. Он признается, что перед этим праздником испытывал большое волнение. Конечно же, огромная радость. Этот день мне запомнится, кажется, на всю жизнь. Смысл праздника не в том, чтобы отметить государственные преобразования в политическом плане, а чтобы отпраздновать единство, сплоченность всех народов России, всем вместе доказать миру и прежде всего самим себе, что наша страна – могучая, непобедимая и единая. День России символизируется с национальным единением и осознанием совместной ответственности каждого гражданина как за настоящее, так и за будущее нашей Родины. Это праздник свободы, справедливости и гражданского мира. Тина Кабачевская, Михаил Варгулёв, Георгий Калинин. Программа «События».